Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и сегодня мы посмотрим на весьма необычный привод от G&G, который называется SSG-1 USR. Для тех, кто в теме, этот привод не нуждается в представлении. Его появление в России ждали долго и первую партию в магазине Airsoft Store смели в течение дня. Большую часть вообще забрали по предзаказу, а что в нем такого интересного и почему вдруг на него был такой ажиотаж, давайте разбираться. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. А интересного в нем то, что это, похоже, первый в истории страйкбольный привод, который был создан специально для спидсофта и, собственно, SSG и расшифровывается как Speed Soft Gun. Да, спидсофт – это то самое соревновательное направление страйкбола в формате команда на команду, где в качестве защиты лица используют пинбольные маски, скользят как пингвины по паркету, крутят крабовые подкаты по бетону и, как одержимые, спамят одиночку, сжигая моторы, контактную группу и электронику, что накладывает серьезные требования к выносливости привода. Хочу обратить ваше внимание, что ноги там не бреют и в лосинах не бегают. Эти фишки из профессионального велоспорта, и не нужно их приплетать к какому-то там спидсофту. Так вот, GNG позиционирует этот привод, как готовая пушка для игры в спидсофт, купил и можешь ехать на соревы. Спойлер, первые пользователи этих пушек в России этот факт, кстати, подтверждают. Поехали дальше. Разберемся подробнее, что такого особенного в приводах для спидсофта и чем они выделяются на фоне обычных приводов. Дело в том, что в спидсофте игра происходит на одиночном огне, а это отдельный вид нагрузки на цепь питания, мотор и внутрянку привода. Да, если вы вдруг не знали, то спам одиночки дает большую нагрузку на привод, чем стрельба очередями. А чтобы эта одиночка была эффективной на поле, у привода должен быть очень отзывчивый спуск. Это, кстати, одна из главных причин, почему в спидсофте часто используют ВВД. И, разумеется, вся эта внутрянка должна быть тюнингопригодной, чтобы спортсмен мог прокачать свой привод в сторону реакции на спуск и надежности. Надежность на турнирах – это очень и очень важно, потому что она может стоить победы. Помимо внутренних особенностей у приводов для спидсофта весьма специфичная эргономика, связанная с использованием масок с полной защитой лица. Например, приклад требуется регулировать не только по длине, но и по высоте, а может даже под углом. Про малый вес и компактные габариты, думаю, даже говорить не стоит, это и так очевидно. Важным моментом привода для спидсофта являются магазины. В спидсофте в основном используются привода с магазинами М4 типа или магазинами формата PP, например, от MP5. Связано все это дело в первую очередь с эргономикой и отсутствием зацепов, которые усложняют быстрое извлечение и примыкание. А еще специализированное снаряжение для спидсофта рассчитано чаще всего на магазины от М4 или PP. Калаши там особо не любят как раз таки из-за магазинов и их зацепов. Ну и важным аспектом является возможность поставить трассерную насадку. Просто потому, что эта штука обязательно на турнирах согласно правилам. Насколько новинка G&G соответствует всем этим требованиям? Первое, что бросается в глаза, у SSJ1 нет привычного для многих цевья. Есть нечто среднее между трубчатым цевьем и внешним стволом, а точнее есть алюминиевая труба, которая крепится к барелнату на ресивере. На конце трубы есть что-то типа пламегасителя с двумя респланками. На самом деле тут спрятано кольцо для центровки внутреннего стволика и посадочное место для установки трассерной насадки. Насадка вкручивается прямо внутрь пламегасителя, который защищает ее от попадания шаров. Правда, есть один нюанс. Внутренний диаметр и вообще эргономика использования рассчитаны на насадку от G&G, включение которой происходит с помощью колесика в передней части. Причем для установки нужен специальный переходник, который ставится вместо стандартного крепления к трубе. В России их пока не довезли, но возможно со следующей партии от G&G привезут. Это, конечно, все очень круто, но какие альтернативы есть здесь и сейчас? Лайтер S от A-Stack входит и если подмотать его изолентой, плотно сидит. Но он будет торчать и включать его будет не особо удобно, так как кнопка у него сзади. Брайтер S от того же A-Stack, который автоматом включается, к сожалению, чуть больше диаметром и не входит. Хотя если расточить пламегас или вставить только внутрянку насадки, то можно приколхозить. Еще можно заказать кастомный переходник у какой-нибудь мастерской, благо ничего сложного тут по факту нет. Респланки на пламегасителе нужны для установки фонарика или может быть экшн-камеры. Пользоваться такой трубой, как цевьем, кстати, достаточно удобно для заданных, разумеется, условий. Хотя в большинстве случаев вы все равно будете держаться под магазин и цевьем на таких приводах по факту особо-то и не нужно. С ресивером G&G не стали изобретать велосипед и взяли всем привычный нейлоновый ресивер от знаменитых комбат-машин. Он прочный, ровный и легкий. Чтобы вы понимали, вес всего автомата чуть более 2 килограмм. Органы управления самые стандартные для приводов М4 серии. Переводчик огня слева и имеет, как и положено, 3 положения. Да, очередь тут тоже есть. Хотя в спецофте вы будете пользоваться только одиночкой. Кнопка отмыкания магазина тут, кстати, с двух сторон. Потому что в спортивном направлении вам нужно уметь менять магазин как с левой, так и с правой руки. Спуск у этой модели прямой спортивного типа. Ход достаточно короткий, как раз чтобы спамить одиночку. Хотя можно сделать еще короче. Еще есть версия с увеличенным спуском, как у пинтбольных маркеров. Но такой спуск официально в спецофте запрещен. И я не понимаю, зачем нужна такая модель. Камера хопапа находится в привычном месте. Шторка встает на задержку. Все как у обычных эмок от G&G. Не знаете, как обычно. Окей. Тянете за модную двустороннюю рукоятку заряжания. Окошко хопапа открывается. Крутите колесо хопапа, чтобы шарик летел ровно. По окончанию настройки жамкайте на кнопку сброса имитации затвора и алга. Можно играть. Если вы вдруг целитесь не по струе трассеров, то на верхней части ресивера есть респланка для установки прицелов. Пистолетная рукоятка пластиковая, эргономичной формы. Но вот с углом наклона я бы поспорил. Так как в условиях спецофта привод часто держат в верхнем положении, то рукоятка с прямым углом а-ля мой К2 была бы тут более уместной. Магазин механический, с хорошей подачей, прозрачный, с делениями сколько осталось шаров. Очень удобно. Приклад тут обычный и необычный. С одной стороны это стандартный телескоп, как у самой заурядной М-ки. Но благодаря необычному креплению тут можно регулировать угол наклона. Как подсказывает Капитан Очевидность, это сделано для более удобного использования в маске с полной защитой лица. На обычные М-ки для этого часто ставят понижающие переходники, так называемые дропстоки. А тут эта фишка есть сразу из коробки. Чтобы отрегулировать угол наклона приклада, достаточно расслабить вот этот винт, выставить нужное положение и затянуть винт обратно. Над узлом складывания приклада есть небольшой отсек. Если зажать вот этот фиксатор и потянуть крышку на себя, вы получите доступ к электронике привода. И это на самом деле очень хорошее решение на фоне стандартной практики G&G, когда электроника занимает бесценное место внутри трубы приклада, которое нам очень нужно для размещения аккумулятора. 11,1-вольтовый аккумулятор на 1100 махов в приклад, конечно, влезет, но будем честны, для CQB и одиночки нужен более емкий аккумулятор с хорошей токоотдачей. А места в трубе приклада все-таки маловато, поэтому, скорее всего, аккумулятор придется размещать во внешнем чехле. Собственно, так часто и делают. Ну и, наконец, покопаемся в потрохах этого привода. Имитация затворной рамы и клавиша затворной задержки приделаны прямо к гирбоксу. Стенки гирбокса стандартные для G&G и делают вид, что они стандартные второго типа. Но, как я уже говорил ранее, имея некий опыт со стенками G&G, можно предположить, что если вы захотите поставить сюда какую-то суперстандартную фрезу, то может потребоваться напилинг, хотя это не особо критично. На стенках есть вырезы для быстросъемной направляющей пружины и усиления в передней части. Установлены 7-мм подшипники. Контактная группа, как у всех G&G EMAX с микриком. Форма и размеры посадочного места стандартные, и если хочется поставить стандартную контактную группу, вы можете это сделать. Это, кстати, полезно, если вы захотите поменять штатную электронику на какую-нибудь другую. В районе моторной шестерни есть пластиковая защита проводки, чтобы ее не перетерло мотором. Контакты для аккумулятора выведены назад и через клеммы соединяются с той частью проводки, где коннектор. Шестерни самые обычные, 18 к 1, стальные. Пружина равномерной навивки. Направляющая быстросъемная с подшипником и алюминиевым штоком. Цилиндр алюминиевый анодированный с отверстием на две трети для ограничения объема воздуха под объем стволика. Голова цилиндра обычная пластиковая с одним орингом. Поршень пластиковый с полностью стальной гребенкой. Голова поршня пластиковая с одним орингом и внезапно невентилируемая. Очень странное решение в 2021 году. Возможно, в это заложен какой-то сакральный смысл, но лично я вижу в этом только одни минусы. Если я не прав, поправьте. Нозл пластиковый без резинки, но несмотря на это и на невентилируемую голову поршня, компрессия тут прямо огонь. Чуть ли не лучшая компрессия из коробки, которую я встречал. Таппит пластиковый с вырезами под усиление в гирбоксе. Мотор G&G Free 25000, способный притянуть танк или уронить с неба вертолет, вызвав электромагнитный импульс своими супер мощными магнитами. Но это не точно. Камера хопапа пластиковая, роторная, регулировка с трещоткой и точным позиционированием регулировки. Хорошая камера хопапа. Резинка хопа с двойной давилкой, типа резинок А+. Хорошо закручивает шары, можно не менять. А вот стволик тут алюминиевый, без никакого покрытия, качество обработки не внушает доверия. Окошко для резинки маленькое и тоже так себе обработано. Стволик точно не сильная сторона этого привода. Часть внутрянки, конечно, спорная и можно было бы и получше. Но привод из коробки внезапно работает просто отлично. Первые пользователи говорят о том, что после покупки с ним сразу можно залетать на спецов площадку. Конечно, кастомные сборки за много-много денег могут работать сильно круче и быть сильно надежнее. Но привод из коробки, этот привод из коробки, и за его деньги он ок. Для обычного ACQB этот привод тоже отлично подходит. Ну, просто потому, что он хорошо работает. А вот для классических направлений страйкбола я бы этот привод рекомендовать не стал. Потому что его внешний вид, скорее всего, еще на подъезде к полигону подорвет задницы доброй половины староверов. Оставьте этот привод в своей среде, а именно в спортивном страйкболе. Единственный, кто привез этот привод в Россию на текущий момент, это магазин Airsoft Store по цене 22 500 рублей за штуку. Следующая поставка ожидается в начале 2022 года. И если вам нужен такой привод, рекомендую оставлять предзаказ. Иначе может не достаться. Что вам понравилось, а что нет, можете написать в комментариях. Как всегда, предлагаю ставить ваши уверенные пальцы вверх. Я старался оставлять ваши комментарии. Они помогают продвигать видео. С вами был Евгений Ивич. До скорого!